Здравствуйте! На портале Exeget.ru с вами претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 9 стих из 27 главы книги Второзакония. «И сказал Моисей, священники и левиты, всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль, Господа Бога твоего, ибо в день сей ты сделался народом Господа». Обращает на себя здесь внимание сочетание этих двух слов «Внимай и слушай, Израиль». Конечно, на память приходит главная молитва иудаизма «Шма Израиль, слушай Израиль». И как через это слушание и слышание Бога народ из просто какого-то сообщества людей становится действительно един целым народом. И в условиях самоизоляции и тех моментов, когда мы были лишены возможности посещать храм, эти слова обрели особое звучание, для того, чтобы мы могли задуматься о смысле и о значении келейной молитвы, личной молитвы и общей литургической молитвы, когда богослужение совершается в храме, в собрании людей, общины. Итак, личная молитва и общественная молитва. Никто не может оспаривать важность молитвы в церкви, в храме, в сообществе. Но вместе с тем очень важна и личная молитва. С другой стороны, всегда очень важно помнить, что перед Богом верующие никогда не предстают как индивидуальное «я», но всегда как «мы». Поэтому молитва очень наша. Бог никогда ни с кем из нас не выстраивает отношения тет-а-тет, индивидуальные отношения. Но личные отношения, они всегда предполагают, что ты связан какими-то узами родства, близости с другими людьми, и поэтому твоя личная молитва по-настоящему всегда вовлекает и других людей. Поэтому по-настоящему личная и келейная молитва – это всегда молитва всей церкви. И когда твоя личная молитва становится еще и молитвой других людей, когда ты соучаствуешь в молитве всей церкви, твоя личная молитва обретает особую силу. И наоборот, если она лишена этой соборности, то молитва, конечно, теряет в своей силе. Иногда говорят, когда человек молится только за самого себя, то он возводит крепостную стену вокруг своего дома, он защищает себя. Когда люди молятся вместе, то они воздвигают защитную стену вокруг города, потому что город – это то, что является местом укрепленным, где можно находиться в безопасности. Но одно дело, когда это нечто индивидуальное, другое дело, когда общественная и коллективная молитва с учетом интересов всех людей, которые участвуют в ней. Потому что очень часто интересы не совпадают. Конечно, вы знаете, что если вы продаете мороженое, то вы будете молиться Богу о том, чтобы стояла жаркая, знойная погода. Но если вы продаете зонтики, конечно, вам нужен дождь. Но если мы молимся вместе, то мы стремимся к счастью, к процветанию, не просто личному, но общему. И поэтому литургическая молитва чрезвычайно важна. Она выражает пожелания общины, но еще молитва создает общину. Создает общину. Почему говорят, что семья – это малая церковь? А что еще создает семью? Совместная экономика, воспитание детей хорошо, устройство домашнего хозяйства, да. Но все-таки сердце семейной жизни – это, конечно, совместная молитва. Потому что даже если вы молитесь по отдельности, то все равно вы предстаете перед Богом не в одиночку, но вы представляете интересы и других людей, которые связаны с вами совершенно уникальными узами, которые драгоценны в глазах Бога. Именно поэтому семья – это малая церковь. Именно поэтому человек – это существо социальное, нехорошо человеку быть одному. И поэтому ничто не может заменить собой встречу человека лицом к лицу, общение со своими близкими. В уединенном молитве есть свои силы и преимущества. Но в церковной молитве, в литургической, в богослужении есть своя другая сила. Во-первых, мы всегда включены в какой-то ритм. Этот ритм задают священники, диаконы, хор. Иногда мы не успеваем и мы не можем замедлить ритм богослужения для того, чтобы поразмышлять над какими-то отдельными словами псалмов или песнопений. И поэтому что такое молитва? Конечно, она представляет собой вот это динамическое равновесие между тем, когда ты слушаешь, например, в храме, как поет хор, как читают чтецы, и когда ты говоришь, когда ты читаешь сам, келейно, произнося слова молитвы для Бога. Но литургическая молитва, конечно, мало предполагает вслушивание, потому что времени остается мало, и очень часто ритм не зависит от нас. И здесь, вот в словах из книги «Второзаконие» Господь напоминает о том, что есть какое-то основополагающее отличие между слухом и зрением. Почему очень важно вслушиваться, внимать, то есть слушать очень внимательно? Потому что зрение нам позволяет воспринимать внешний облик мира, иногда скользить по поверхности вещей, но, согласно Библии, слух позволяет нам проникнуть вглубь вещей, во внутреннее пространство. Звуковое и слуховое восприятие играет решающую роль в нашем восприятии мира. Хотя современная психология говорит, что есть люди, у которых доминанта зрительное восприятие, у других слуховое восприятие. В Библии все-таки акцент ставится на внимание и на слышание. Слух относится к нашему внутреннему восприятию, он определяет наше сознание. Через слушание мы имеем доступ именно к какой-то глубинной реальности. Кстати, те же самые психологи говорят, что время мы с вами воспринимаем, и это является слуховое восприятие. Это может показаться очень странным, но, тем не менее, заставляет нас задуматься, насколько важно понимать, что слушать и слышать – это не одно и то же. Когда мы вслушиваемся, то мы глубоко вовлечены в восприятие реальности. Совсем другое дело, когда наш взгляд просто скользит по поверхности вещей. Теперь другая идея. Бог сотворил мир словом. И греческое слово «дабар» одновременно означает и событие, и нечто, что произошло, что возникло в результате этого события. И поэтому уникальная способность Бога творить мир, она связана со способностью произнести слово. Сказал Господь, да будет свет, и стал свет, стало светло. Поэтому для человека ключевая способность и самая великая способность – это, конечно, слушать и слышать. Вы, конечно, представляете, что существует колоссальная разница между слышать и слушать. Хотя в еврейском языке глагол «шема» – это и то, и другое. Но одно дело – пассивное слушание в одно ухо влетело, в другое вылетело. И современная жизнь наполнена таким пассивным шумом и отучает нас от активного слушания. Но совершенно другое дело – активное слушание. Оно по-настоящему исцеляет. И вы прекрасно знаете, какое счастье имеет дело с человеком, который тебя по-настоящему слышит. Особенно если ты хочешь озвучить нечто, что для тебя по-настоящему важное. И какое наказание жить среди бессмысленных потоков слабоблудия, которое просто является шумом, притупляющим наше восприятие мира, нашу способность слышать. Пассивное слушание – оно не предполагает никакого усилия, никакого внимания. Именно поэтому оно разрушает нашу способность сконцентрироваться и нашу волю. И совсем другое дело – активное слушание. Оно требует всегда сосредоточенности, оно требует усилия. И оно всегда требует открытости сердца. Это совсем не то же самое, что в одно ухо влетело, в другое вылетело. Активное слушание – это всегда гостеприимство. Одно из величайших блаженств, которые мы можем подарить себе и другим. И, к сожалению, это довольно редкое счастье в нашей жизни. В молитве действуют те же самые законы. Одно из самых лучших определений молитвы, самых глубоких, богословских, безупречных – это определения, которые дают отцы пустынники. Молитва – это собеседование души с Богом. Это радость слышать Бога, который слышит тебя. Поэтому, когда вы становитесь на молитву или присутствуете в храме, то всегда имейте в виду это измерение молитвы. Она очень важна в том мере, в какой это становится способностью слышать и понимать. И в Ветхом Завете есть несколько прекрасных историй, которые могут послужить иллюстрацией к тому, что такое молитва, как слышание. Библия не говорит на языке силогизмов, каких-то философских определений. Она рассказывает истории. И в той мере, в какой наше сердце открыто, к тому, чтобы пережить эту историю вместе с ее участниками, мы понимаем определенную мудрость. Например, знаменитый эпизод, когда Иаков обманом получает благословение своего отца. Благословение предназначалось старшему брату Исаву. Но вот Иаков по совету своей матери пытается похитить это благословение. Исак стар и слеп. И он не может ясно понять, кто перед ним. И в этом эпизоде есть столкновение противоречивых ощущений. Исак сомневается, что перед ним Исав, потому что он вкушает пищу, которую приносит сын. И на вкус он думает, что это Исав. Он чувствует запах одежды. И здесь включается боняние. И опять, благодаря обману, он может предположить, что перед ним Исав. Он прикасается к рукам. И это осязание. И оно тоже его обманывает. И он приходит к очень странному заключению. Он говорит, это голос Иакова. Но это руки Исава. Если бы Исак сосредоточился на том, что он слышит, если бы он доверился своему слышанию, слух — это единственное из чувств, которое его не обманывает. Все остальные его вводят в заблуждение. И вкус, и обоняние, и осязание. И от этого получается страшная трагедия для отца. Итак, мы увидели, что слух, слышание — это очень важно. Потому что оно нас, может быть, не обманывает, в отличие от других каналов восприятия мира. Другой пример можно видеть в истории рождения первых трех сыновей Иакова. Их мать Лия дает говорящие имена своим сыновьям. На самом деле, это буквально кричащие имена. Здесь, конечно, очень интересно подумать о том, что такое имя. Потому что современный человек очень часто дает имя своим детям просто так, наугад. Иногда это какие-то имена, которые больше похожи на клички. В древности имя всегда заключало в себе какую-то тайну человека, либо служило каким-то амулетом. То есть, должно было ему сохранить жизнь в каких-то опасных обстоятельствах. И поэтому имена, которые дает Лия своим первым трём сыновьям, они буквально как некие заклинания, которые потом смогут защитить их сыновей в жизни. Например, первый сын Рувим, потому что Господь свидетель моего несчастья. Отныне мой муж будет любить меня. На самом деле, некоторые толкования этого имени указывают на то, что Лия как будто соперничает с Рахилью. И имя Рувим содержит в себе идею в тот момент, когда я зачала Рувима, мой муж любил меня и думал только обо мне. И в условиях, где будет очень жёсткое соревнование, ревность между братьями, это имя должно служить определённой защитой. Другое имя Симон. Второй сын так назван, потому что Господь услышал, что меня презирают, и поэтому дал мне этого сына. Лия пытается всё-таки занять важную роль в семье, и рождение второго мальчика должно бы ей помочь в этом. Третий сын Леви. Мой муж теперь привяжется ко мне, поскольку я ему подарила трёх сыновей. И все эти имена, как плач их матери. Вопрос, услышал ли Иаков крик сердца их матери, остаётся без ответа. Мы не знаем. Но когда читаешь книгу Бытия, то возникает ощущение, что нет. По крайней мере, когда мы доходим до сцены благословений, которые Иоаков произносит на смертном адре, то мы видим, что отношения с тремя сыновьями разрушены непоправимо. И поэтому роль пророка Моисея, он тоже избран для того, чтобы быть проводником, рупором божественного голоса в среде своего народа, но он косноязычен, он не может говорить, он не был красноречив, но у него была другая способность, он был способен слышать. Поэтому уста его были необрезанными, как говорит Библия, потому что он был косноязычен, но он, как никто другой, имел способность слушать и слышать голос Бога. Наконец, другая история, драма пророка Ильи на горе Хариф. Перед этим пророк одержал ослепительную победу над пророками Ваала. Ему удалось с неба снизвести огонь на горе Кармиль. Но когда на горе Хариф он предстаёт перед Богом, Хариф – это другое имя горы Синай, где когда-то Бог явился Моисею, то Бог ему открывается не в урагане, не в землетрясении, не в огне, не во всех этих стихийных бедствиях, где мы ожидаем увидеть Бога, но он является ему в тонком шёпоте, в дыхании хлада тонко, в звуке, который можно услышать, только если ты очень внимательно вслушиваешься. И всё это нам говорит о том, насколько важна эта способность слушать и слышать. Поэтому в Псалмах говорится о том, что небеса поведают славу Божию, повествуют о величии Бога, небесный свод возвещает дело рук Его, хотя там нет слов, там нет речей, но творение воспевает этот гимн хвалы своему Творцу, и его способен услышать только тот, кто способен вслушиваться. Когда угасает шум города, машин, взлетающих самолётов, то сейсмологи могут различить едва уловимый звук Земли. В городах, где меньше становится шума, становится больше пение птиц, точно так же происходит в душе человека. Слышание – это главная тема книги «Терозаконие». Это слово, образованное от корня шма, употребляется в книге «Терозаконие» не менее 90 раз, и это очень много, и это каждый раз напоминает нам о том, что очень важно уметь замедлить ритм своей жизни для того, чтобы поэзия молитвы, звучание слова могло проникнуть в твое сердце глубже, чем раньше. И именно в этих обстоятельствах мы можем почувствовать присутствие Бога. И в тот момент, когда внешне у человека возникает ощущение, что Бог тебя покинул, что Он не слышит твои молитвы, потому что то, что ты видишь глазами, тебе кричит об этом, очень важно уметь слушаться, потому что именно благодаря этому мы сможем овладеть величайшим из искусств, которое позволяет нам открыть способность видеть Бога, слышать Его, открыть свое сердце Богу и ближнему, и чудесам окружающим мира. Способность слышать и слушать – это способность оказать гостеприимство. Гостеприимное сердце, щедрое сердце по-настоящему к этому способны. Итак, молитва – это не только слова, но в не меньшей степени искусство слышания. Вера – это способность слышать музыку, которая скрывается за внешним шумом и хаосом жизни. На портале Экзогет.РУ с вами был Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Протерей Дмитрий Сезоненко